Так, друзья, всем привет! Ко мне пришла посылочка из Китая, и в этом выпуске хочу вам показать, назовем так, 5 няшных инструментов. На самом деле, парочка из них есть ходовых, то есть, которые закрывают ряд определенных задач, а парочка вещей, ну, которые, ну, блин, реально прикольные. То есть, в этом выпуске я вам все подробно расскажу. Так что, желаю приятного просмотра, давайте начинать. Так, ну и давайте по существу, прям скажем, в стиле лайф, то есть, так будет намного лучше. А за свое время, то есть, ну, скажем, по началу работы я всегда пользовался вот такими, скажем, ну, я их называю одноразовые битки, то есть, есть продажи такие двухсторонние. То есть, они самые дешевые, ну, можно сказать, они неплохие, как говорится, но я их называю одноразовые. То есть, долго такие битки не прослужим. А в последнее время стал пользоваться битодержателями, то есть, либо покупать у себя в городе вот такого формата, в который вставляются вот такие маленькие битки. То есть, либо заказывать что-то посерьезнее, вот такого формата, тут уже, скажем, маленькие битки немножко покачественнее, поинтереснее, то есть, они бывают разных форматов. А с Китая я выдернул вот такого масштаба три битодержателя, то есть, разной длины, разного формата, но это удобней, в процессе работы можно регулировать длину. То есть, работают они так же, как обычные битодержатели, то есть, используются вот такие маленькие битки, это, кстати, очень удобно. То есть, спокойно встают и никуда уже не вылетают, то есть, и можно, как говорится, вставлять шуруповерт и спокойно работать. Они держатся довольно надежно, то есть, нет никакого люфта, то есть, и можно быстро менять насадку, то есть, если работаете. Ну, вот, допустим, как делали фасад, мы работали с PH-2, допустим, саморезом желтым, либо с PZ-3, то есть, это 140-й саморез, когда крепили каркас. И таким макаром очень удобно менять оснастку, то есть, просто раз, быстренько вставил битку нужную тебе под саморез. Поработал, надо поменять раз-другую, таким же форматом, все, пошел работать дальше. Если у нас, скажем, углубленная, назовем так, задача закрутиться, то вот такие, скажем, длинные насадки будут тоже вытаскивать. То есть, когда нам надо куда-то залезть под доску, куда-то поглубже, то есть, они недорого стоят, но, как говорится, создают удобство. Так, в принципе, о нем рассказывать нечего, имеет шестигранную оснастку, то есть, как под обычный шуруповерт и битодержатель с магнитиком. Так что, тут все кратко, быстрее по делу. Так, следующий важный момент. Следующая штучка, скажем так, назовем ее удобство. Тут, как сказать, строя каркасный дом, то есть, отделывая фасад, мы столкнулись в процессе работы с такой ситуацией. Когда мы делали контрабрешетку, у нас некоторые проемы были очень узкие и надо было закрутиться саморезом сбоку. Тут есть два варианта. Первый, это иметь вот такой, как его назвать, гибкий переходник, который ты будешь сбоку закручивать, а он будет вкручивать саморез. Но он очень большой, мы и пробовали, и плохо залезать. И у меня была вот такая вот насадочка, тоже скитая, она недорогая, то есть, вставляется в шуруповерт, а тут у нас поворот. То есть, тут, я так понимаю, какие-то есть шестерни или мини-вал, который крутит эту оснастку. Мы ее сломали, то есть, вот такая штука у нас, хватило ее на весь фасад, то есть, на последней стенке, буквально там, не знаю, не докрутив два бруска, у нас эта штука сломалась. Видно от перенагрузки. И, то есть, долго не думая, я взял еще одну. Она нужна редко, то есть, это опять же, любителям, я не знаю, подойдет или нет, но если вы занимаетесь стройкой... Сейчас мы куда-нибудь шуруповерт, поставим ее... То есть, если вы занимаетесь стройкой, то всегда можно подлезть в узкое пространство и закрутить саморез сбоку. Плюс-минус примерно вот так у нас были расположены где-то в каких-то местах на фасаде стойки. Ну, немножко побольше, но если брать обычную битку и вкручивать уголок, который шел на дом, держал обрешетку, то ты особо не закрутишься. То есть, и тут выручали, как бы, вот такие поворотные насадки. То есть, также фиксировался уголок сначала к фасаду, а потом спокойно ставился саморез и вставлялся, допустим, в отверстие, где у нас расположен уголок и закручивалось. То есть, вот тут насадка, как бы, хорошо вручала, у нас получалось надежное соединение. Можно, конечно, было лупить на косую, но мы бы захватывали там буквально, не знаю, 5 мм бруска, что способствовало бы на отрыв. Но она недорогая и своих, как бы, денег стоит. То есть, одна у нас выжала на целый фасад, и я считаю, там, за 100 рублей это уровень для такой штучки. Так, ну и следующий, это кайфовый инструмент, это, скажем, и полезный, но кайфовый. Это насадка на шуруповерт, которая подает автоматически саморезы вот из таких лент. То есть, насадка стоит, не помню, врать не буду, по-моему, в районе косаря. То есть, надо зайти посмотреть, потому что я покупал по акциям, по скидкам. То есть, какая тут есть особенность, что я заметил. Во-первых, надо знать внутренний диаметр. То есть, внутренний диаметр посадочный у нас 47 мм. И то есть, не на каждый шуруповерт она подойдет. Я сначала хотел на метабовский одеть, потом понял, что посадочная тут у нас 50 мм. То есть, на метабовский уже не подойдет. То есть, такая насадка подходит к более маленьким шуруповертам. Вот у меня есть тоже китайский DECO. У него посадочная 46,8. То есть, на этот шуруповерт она отлично встанет. Также, помимо вот такой насадочки, нам понадобится длинная битка. То есть, которая будет проходить сквозь все устройство и свободно цеплять саморезы. Соответственно, первым делом вставляем биту. Далее, закрепляется сама втулка, назовем ее втулка, с помощью гайки с барашком. То есть, ослабляем винт. Вставляем в отверстие биту и шуруповерт. Вот, отлично прям встает на посадочную. Ставим поровнее, затягиваем гаечку. Значит, классная штука. Я уже себе верстак нафигачил саморезов. Так, далее. У нас тут есть барашек. Барашек нужен для вот такого держателя ленты. То есть, он тоже идет в комплекте. Все ништяк. Так, ну и теперь вставляем ленту. Лента с саморезами. Одна идет в комплекте на пробу. Саморезы у нас здесь 25 миллиметров. То есть, я так понимаю, сначала она заводится в держатель. Потом заводится в сам аппарат. Вот такого формата. И вот так этот монстр выглядит. Ну что, давайте дальше в верстак закручивать саморезы. То есть, включаем шуруповерт, а потом нажимаем на сам механизм. Так, друзья, я немножко схитрил. Но не знаю, насколько это опасно, если натягивать на большой шуруповерт. Я поменял болт. То есть, тут болт идет короткий. Сейчас поставил чуть длиннее. Но, я так понимаю, все равно он идет на вот такие маленькие шуруповерты, насадочка. То есть, на метабовский все равно не натянул. Ну и плюс тут идет конусом круг. Надо, чтобы более-менее было ровно. Чтобы сама насадка держалась довольно надежно. И чтобы она не слетала, не падала. А так вообще пушка. Рот, зацените. Так что, вот такая штукенция. Первая задача теперь, сейчас мы проверим, лента у нас многоразовая или нет. А вторая задача, надо будет купить себе много-много лент. И скрутить тот же самый гипсокартон, ОСП, фанеру. Это вообще космос. Вот, смотрите. Пробный этап. Так что, вот такие штуки. Но это удобство. Можно вручную фигачить. Но по скорости вы сами понимаете, что быстрее. Так. Ну, еще одна у нас есть интересная штука. Скажем ее так, назовем удобство. Многофункциональное удобство. А с виду обычный фонарь. То есть, я его взял себе в автомобиль. То есть, работает от... Там есть разные сборки. Ну, при заказе что вы выбираете. Я взял максимум. То есть, у него встроен аккумулятор. Есть зарядное устройство, но оно в машине. Заряжается от обычного блок питания, как мы заряжаем телефон. Ну, не об этом. А фишка в чем? Ну, с одной стороны, да. Просто он светит, как обычный фонарь. А далее. Нажимая на кнопочку, у нас получается, переходит в следующий режим. Вот такого сигнального моргания, скажем. Нажимая на кнопочку, у нас опять медленный режим моргания. И еще раз нажимая на кнопочку, тут у нас гаснет. Но вот так он выдвигается. И получается вот такой, как бы, светильничек, освещающий рабочее место. Но есть еще один интересный момент, почему именно взял для машины. То, что сзади у него есть неодимовый магнит. Который... Ну, не знаю. Тиски магнитятся, нет? Ой, тиски. Вот. Который можно поставить. Сверлильный станок. То есть, можно поставить и спокойно он держится на своем месте. То есть, и освещает вам рабочую зону. То есть, можно вот отдалять линзу. И у нас будет формироваться либо большой круг, либо маленький точечный квадрат. По метражу не скажу. Тут вот увеличивается зум. Написано. Ну, я не понимаю по-английски. То есть, можно описание почитать. Но, в принципе, я доволен. То есть, он уже сколько... Месяц я с ним гоняю. То есть, он в машине лежит. Тем более, сейчас зима. Темнеет быстро. Так раз что-то подсветить, поискать, посмотреть в багажнике или что-нибудь такое. Ну, тут уже, смотрите, каждый для себя. Я живу в частном доме. Для меня эта тема вообще очень актуальна. То есть, и дома такой же тоже должен быть у каждого. Ну, похожий вообще фонарь должен быть у каждого дома. Залезть в щиток, посмотреть, что там не так. Так что, вот так. Все ссылки на товары оставлю в описании. Кому интересно, ну, зайдите, посмотрите. Может кто-то для себя что-то возьмет, скажем, на заметку. И давайте вам еще покажу, пока под рукой, самый великий китайский угольник. Есть угольник Свенсона, есть аналоги Свенсона. Но, так как вот этот очень большой, я вот этим угольником работаю намного чаще. Ну, и кто подписан на лайв-канал, те, возможно, замечали, что этот угольник почти на каждой стройке. Потому что он им мощный, им можно и гвозди забивать, и орехи колоть, и кому-нибудь вдогонку догнать. Так что, много полезных штук, которые стоят недорого и выручают в нашей нелегкой жизни. Всем спасибо за просмотр. Пишите свои мысли в комментах. Пишите мнение, что скажете, что решите. Надеюсь, был полезен. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.